В Краснодарском храме Рождества Христова завершилась акция «Колокола на потребу». До дня в церковь привезли последний, самый большой колокол под названием «Празднично-семейный». Перед подъемом кампана состоялось его освящение. Об уникальной акции в сюжете наших кубанских коллег. Празднично-семейный колокол весит 1250 килограмм. Он отлит, как и прочие колокола, в Воронеже. На все колокола собирали всем миром. Акция «Колокола на потребу» длилась 4 года. В течение этого времени верующие приносили пожертвования. Каждый колокол имеет свое название. Преподобный, в честь святых угодников, подвязавшихся в монашеском образе, святитель, целитель, семейный. В зависимости от того, какому святому люди хотели бы вознести молитву, на тот колокол и вносили посильное пожертвование. На юбке колокола отлиты имена жертвователей. На празднично-семейном колоколе к тому же помещены цитаты из Нового Завета, в которых говорится о том, какой должна быть настоящая евангельская любовь. С благословения настоятеля храма, протеерея Александра Игнатова, труды по организации и проведению акции легли на плечи звонарницы Марии Жигалкиной. В день подъема новых колоколов у всех было праздничное настроение. Позади трудности. Теперь колокольня рождественского храма будет полностью обновлена. После 70-летнего атеистического перерыва мы, может быть, утеряли многие традиции и понятия. А наши предки очень трепетно и благоговейно относились к колокольному звону. Они называли его молитвой в бронзе. Колокольным звоном грешный человек славит своего Творца, Пресвятую Троицу. Как у человека, у колокола есть язык, тулово, юбка. Чтобы поместить на звонницу самый большой колокол, пришлось потрудиться. С колокольни рождественского храма открывается прекрасный кубанский пейзаж. Теперь над рекой и полями будет разноситься пение новых колоколов, пробуждая верующих к молитве, околеблющихся к покаянию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!